В Одессе прошел масштабный турнир по художественной гимнастике Бриз. В соревнованиях приняли участие спортсменки разных возрастов из различных уголков Украины. Всего приехали более 300 гимнасток. Юных спортсменок приветствовали почетные гости турнира. Безусловно, нам очень приятно сегодня присутствовать здесь в качестве гостей на этом всеукраинском турнире, который уже не первый, это уже юбилейный, как вы отметили, пятый турнир, с которым съехались детки, маленькие гимнастки со всех областей Украины практически. Очень красивые и зрелищные выступления мы сегодня наблюдали и будем наблюдать, как турнир длится в течение трех дней. И, конечно, хотели бы выразить свою благодарность руководству спортивной школы Черномореса от имени коллектива боксерского клуба «Академия бокса» за многолетний труд и личный вклад в развитие спорта и художественной гимнастики в городе и в области. Отмечу, что это уже пятый юбилейный турнир по художественной гимнастике «Бриз». Эти соревнования ежегодно проводит школа Олимпийского резерва «Черноморец», воспитанницы которой также принимают участие в празднике красоты и грации. Главный судья турнира и по совместительству тренер рассказывает, что с каждым годом чемпионат получается масштабней. У нас прошли соревнования в возрасте деток от 2015 года рождения до мастеров спорта Украины. Детки соревновались в нескольких категориях. У каждого возраста было по 3-4 категории. В категориях дети выступали с разными предметами и, соответственно, соревновались в своих категориях, получали отдельные призы за наилучший результат в категории, а также за первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое места. Детки были все награждены медалями, медалями за призовые места и медалями за участие, а также грамотами и подарками в виде ювелирных украшений, а также за призовые места детки получали кубки. В этом году площадкой для проведения чемпионата стал спортивный комплекс Международной академической школы Одесса, которую любезно предоставила администрация учреждения. В проведении соревнований также помог боксерский клуб «Академия бокса». Место проведения турниров было выбрано не случайно, так как на сегодняшний день это, безусловно, лучшая спортивная площадка города Одессы. И здесь созданы абсолютно все условия для комфорта, для удобства детей, выступающих, потому как все-таки гимнастика – это такой специализированный вид спорта, где есть ленты, где никак нельзя, чтобы дул ветер, не дай бог, да, это не может быть открытая площадка. В то же время должна площадь позволять разместить все необходимые зоны, локации, отдельно для жюри, отдельно для судей, отдельно для участников, для их родителей и, конечно же, для скорой помощи. Международная академическая школа Одесса выручила нас со своим потрясающим здалом. Это чудесные условия для проведения турнира по художественной гимнастике. Мы можем развернуть большие масштабы, мы можем воплотить, наконец-то, то, что мы хотели воплотить, то, к чему мы шли, то, чего мы ждали. И я считаю, что у нас в целом получилось. Всего же турнир длился три дня. Все они были максимально насыщены зрелищностью и спортивным духом. В первый день свою технику показывали самые юные участницы, а дальше девочки постарше, среди которых и мастера спорта. Я занимаюсь, чтобы выступать в купальнике. Мне родители купальники покупают всегда. И меня тренера учили, выступала хорошо я. И мне всегда дают элементы всякие. Мне нравится тут. Мне нравится заниматься гимнастикой. А почему тебе нравится заниматься гимнастикой? Потому что я раньше была гимнасткой и до сих пор гимнастка. Родители юных спортсменок отмечают, что благодаря гимнастике их дети становятся не только дисциплинированными и гибкими, но и уверенными в себе. Во-первых, это дисциплинует. А по-другому, это очень хороший вид спорта. Это жёночный. И при этом это спорт. То есть это профессиональный олімпийский вид спорта. И объединенный с грацией, с жёночностью и с красой. Моей дициной, мабуть, 5-6 по рахунку турнир. Готувались. Ну, они вивчают периодично разные номера, но до этого турнира мы готувались больше месяца. Готувались на полегливо. Майже каждый день были тренировки. Ну, надеемся, что выступит хорошо. Почему? Уже не вспомним. Просто так сложилось. Танцы нам не зашли. Решили попробовать в гимнастике. Получилось. Нравится. Занимаемся уже, по-моему, 6 лет. И 10. Занимаемся с 4. Скоро даже 11. Это уже много лет. В клубе, в котором мы занимаемся, мы уже 4 года, 5 лет. 5 лет. Мы довольны нашими тренерами. Довольны нашими нынешними результатами потихонечку. Всё классно. Стоит отметить, что самые юные участницы соревнований свою спортивную карьеру в гимнастике начали в 3 года. Тренер рассказывает, что в таком возрасте нужно искать особый подход, так как коммуникация должна быть не только с ребёнком, но и с родителями. Скажу, что здесь не работает только ребёнок, или только тренер, или только родитель. Тут совокупность всех факторов должна сработаться. Тогда ребёнок понимает, что от него хотят родители. Тогда тренер тоже может достучаться как-то грамотно к ребёнку. Когда всё воедино это работает, я думаю, что это самая плодотворная работа в целом над одним большим делом. Наша дочь занимается, старшая дочь, полтора уже года гимнастикой. Вот младшая, которой в ноябре исполнится 3 года, мы в сентябре уже планируем также отдать. Это было семейное решение, ребёнка отдать в спорт. Поскольку девочка, мы решили выбрать такой более женский вид спорта, который формирует и осанку, и характер. Это художественная гимнастика, олимпийский вид спорта, популярный в нашей стране вид спорта. Из-за большого количества номинаций, по сути, проигравших на турнире не было. Награды получили практически все. Для каждой из участниц это также опыт и эмоции. Этот турнир закончился, но впереди ещё много соревнований. Возможно, что даже одна из этих спортсменок будет представлять Украину на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.